Теперь последние данные из Турции, где сегодня произошел крупный теракт. Несколько кварталов в Стамбуле до сих пор оцеплены, ищут возможных сообщников-смертников. Боятся, что эта атака не единственная. Власти уверены, следы нападения ведут в Сирию, на территории подконтрольной исламскому государству. И целью, скорее всего, были не сами турки, а иностранцы. Почти все погибшие ранены из Европы. Александра Черепнина собрала всю самую свежую информацию. Вместо взрыва оцеплена полиция. Рядом дежурят пожарные машины. Медики пытаются помочь тем, кого еще можно спасти. По последней информации, раненых 15, погибших 10. И 9 из них граждане Германии. Все случилось в историческом центре города. Площадь Султан Ахмед. Первая, куда спешат здесь попасть туристы. На ней, вне зависимости от времени суток, всегда много людей. В шаговой доступности друг от друга тут сразу несколько памятников мировой архитектуры. Среди которых Айес София, Голубая мечеть, дворец Топкапы. Взрыв прогремел рядом с трамвайной остановкой. В момент, когда там как раз собралась очередная туристическая группа. Волна была такой силой, что перевернулась припаркованная неподалеку патрульная машина. После ее вместе ставили на колеса десятки очевидцев. Взрыв был очень сильный. Слышно, его было очень далеко. Я сразу прибежал на площадь. Я был на площади. Когда все произошло, все бросились убегать в разные стороны. Полиция сразу все оцепила и всех эвакуировала, так как были предположения, что может произойти второй взрыв. Вот якобы сам момент взрыва. Огромная огненная вспышка. Снимок был опубликован в британском таблоиде The Sun, а затем растиражированный другими изданиями. Автор фото неизвестен. Его подлинность не подтверждена. О взрыве и о том, что происходит на площади, в прямом эфире рассказывали и турецкие телеканалы. Но чуть позже местные власти запретили всем СМИ говорить на эту тему, сославшись на то, что журналисты могут помешать расследованию, а трансляции с места событий рискуют вызвать нежелательный общественный резонанс. Спустя несколько часов с новостями в эфире выступил президент Эрдоган. Он заявил, что взрыв устроил террорист-смертник, про которого пока известно немного, только что он сириец и что ему 27. По словам местных жителей, дополнительные наряды полицейских сейчас дежурят не только в историческом центре, но и по всему городу. Площадь Султана Ахмед по-прежнему остается перекрытой и для пешеходов, и для транспорта. Над ней курсирует вертолет. Посольство стран, которые находятся здесь, из европейских стран, они выпустили предупреждение, чтобы люди постарались воздержаться от нахождения в местах скопления народа. Люди, конечно, переживают. Какое правительство Турции запретило публикации каких-либо новых материалов о взрыве? Да, я нормально. Пока вы не сказали, я и не знал, что погибли люди. Да, это очень печально. Так вы останетесь в Стамбуле на каникулы? Да, да, конечно, останемся. Мы все равно только завтра уезжаем. Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на представителей служб безопасности Турции, за случившимся могут стоять боевики группировки «Исламское государство», запрещенной в России. Полиция не исключает того, что в Стамбуле может находиться еще один террорист. И угроза очередного взрыва остается. Александра Черепнина, Андрей Михайлов, Наталья Литовко, Дмитрий Запарин, Первый канал.